Как делишки-ребятишки, с вами Стой Эдисон, и сегодня я вместе с тобой и всеми остальными подписчиками попробуем поработать в доставке пиццы. Страховой полис, хорошая зарплата, приятный начальник, хорошие адекватные сотрудники итальянской пиццерии Ля мама до пола, до ла половоротти, до ла спагетте, строчетели, пера пердели, ла маргарита. Кто вообще название это придумал? Продвижение по карьерной лестнице и возможность надкусывать пиццу каждый раз, когда ты осуществляешь кому-то доставку. Не знаю, вот хорошая ли это работа или нет, как раз таки сегодня мы с вами и проверим. Извязь же у меня существует эта рубрика на канале, где мы пробуем что-то, пробуем себя в различных профессиях, пробуем себя в различных службах работать. Да и вообще что-то помимо ютуба. Да в задницу себе побибикайте, я не успел еще устроиться, как на меня сразу же, уже все набросились. Ну да, вы тут посмотрите на их машины, у них тут монстр трак, у них тут тачки, у них там специальные машины для наставки пиццы, грузовики, даже велосипеды с колесами от пиццы. А я что? А я на ногах своих буду бегать и просто доставлять пиццу. Ну пока меня не повысят и пока не выдадут ключи вот какой-то тарантайки. И финальная цель это, конечно же, вот этот монстр трак на четырех колесах. Я даже не пиццу там буду развозить, а просто по чьим-то домам прыгать и все дома крушить. Вот это работа мечты, я понимаю. Меня сразу же направили в гараж, здесь должен быть начальник, самый главный повар. Здравствуйте. И у меня сразу же первый заказ, это как бы пробный, да, я на испытательном периоде. Мне нужно отправиться на улицу Бирч Булевар. Как я знаю, Бирч переводится как Береза, поэтому будем называть Березовый Бульвар. Дом 4 и отвезти туда папироньку. Вот даже на карте показывает, куда мне более-менее нужно отправляться. Четыре выбора пиццы. Пеперонька, вегетарианская. Как это без мяса вообще? Маргарита и гавайская. Вот моя любимая это или пепероньки, или с грибочками, кукуруза, шампиньоны, сырочек, ветчина. Аж слюньки потекли. А Катя Гавайскую любит с ананасами. Я не знаю, почему так многие люди засирают ананасовую пиццу. Напиши в комментах, вот, потому что мне реально интересно узнать, какие у тебя вкусы. Какая твоя любимая пицца? Напиши в комментах, а я обязательно почитаю. В общем, все, как бы, тянуть кота за яйца мы не будем. Выбираем пепероньку и топаем на Березовый Бульвар, 4 дом. Как видите, у меня на башке есть такой небольшой градусник. Что он означает? Здравствуйте. Кого, еб ты? Ты со мной на каком разговариваешь? Ааа, четвертый дом! Что означает этот градусник? Ну, насколько у меня горячая пицца. Я прям сейчас донесу его сюда. Четвертый! Ты наркоман, походу, или я... грибов наверно в пиццерии свои бери я не знаю да закрой шарманку я ничего не понимаю что там торты закончил большой молодец все вот это главное да закрой пельмень свой жареный уже да я не понимаю твои итальянские лава мадала поворотти да 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 фак ю бич там и итальянский кирпич как бы я первый раз тогда пошутил когда мне сказали что здесь адекватные работники что-то вообще нифига не адекватные 30 баксов у меня есть не интересно что я могу купить за 30 баксов дайте мне пожалуйста какое-то транспортное средство для передвижения потому что я уже заколебался бегать на своих двоих я так реально за день там еще раз пивикнешь я тебе колесо откушу только попробуй 32 бакса я могу поменять на стопку баксов а здесь а здесь за стопку баксов я могу купить себе уже велосипед то есть давайте мы еще пойдем еще один разочек доставим пиццу и после этого я уже могу себе купить какое-то транспортное средство ну ну разве это не круто только попробуй со мной заговорить ты наверно думаешь что что людям не терпится с тобой поразговаривать но ты очень сильно ошибаешься ты противный молодой человек и дрить меня в это самое 4 заказа 4 заказа сразу же так ты мне давал так мэйпл стрит черри стрит мэйпл стрит как я знаю мэйпл это варенье черри это вишня у нас короче березовая улица вареньевая улица вишневая улица с ума сойти так что здесь ближе всего чтоб далеко не бегать вишневая улица дом 17 вегетарианская ну короче там походу извращенцы живут в этом доме потому что заказывают вегетарианскую пиццу не только только не вздумай остывать не надо остывать не надо она встала пересет и какой а какой там дом был 17 17 17 здорово мазафакеры а ты еще громче не можешь орать 20 баксов слушай но но неплохо неплохо 20 баксов за то что я доставил пиццу а мне интересно а куда эти деньги уходят то есть как бы мне платят за пиццу и я по сути должен отдавать эти деньги да а мне из этой суммы должны отчислять какой-то там процент за доставку а я по сути всю стоимость пиццы себе забираю слушайте мне нравится эта работа меняем 32 бакса на стак потом за этот стак мы можем купить опа здравствуйте бардаствуйте вот этот мой велосипед да здравствуй gino геннадий тебя буду называть так что у нас дальше еще есть ну это в заднице находится это более-менее рядом вот сюда вишневая улица дом 13 маргарита сырочек вы значит любите так посмотрим как я сейчас справлюсь какой-то дом 13 13 13 погнали рон дон дон паром сейчас направо да направо до упора потом налево также до упора 13 я забыл вишневая да почему ты так быстро стынище не могу понять это 13 за счет за 20 баксов кушайте не подавитесь приятного аппетита нужно посмотреть сколько там стоит машина я потом не сразу же себе приобрету вегетарианская дом 3 черри так где 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 вот сюда погнали 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 опять к извращенцам которые вегетарианскую пиццу заказывают только попробую остыть вот вот только попробуй чем горячей я довезу пиццу тем больше налом не отсыпят поэтому нужно наваливать как ах ты уже остыла нужно наваливать как можно скорее как какой там дом я уже забыл какой там дом третий третий ты только попробуй еще больше остыть только попробуй здравствуйте 20 баксов мадемуазель кушайте приятного юпита это вам приятно здравствуйте дальше опять вишневая улица опять дом 3 гавайская пицца вы с ума сошли а почему нельзя было заказать две пиццы в одном заказе то есть это дури монда сначала заказала одну пиццу потом я и как бы привез эту пиццу она заказала еще одну пиццу я сейчас опять ей несу эту пиццу надо и наверное сейчас объяснить как пользоваться нашим а у вас есть наше приложение наше приложение нашей пиццерии вот смотрите сейчас сейчас я постараюсь его установить здравствуйте 20 20 прекрасно у меня второй ранг какой-то то есть второй уровень нифига себе есть еще раз докажешь себе сюда пиццу новым заказом и опять заставишь меня сюда ехать принципе у меня на велосипеде колеса и спицы поэтому если хочешь забирай забирай хотя бы одно лишь бы я к тебе опять не ехал я работаю в пиццерии пытаюсь накопить на монстр трак чтобы топтать здесь всех кого только можно вот это моя мечта но на монстр траке катаются только самые преданные пиццеразвозчики это не знаю сколько мне лет нужно тут проработать чтобы заработать на монстр трак я отправляюсь к менеджеру этой пиццерии мне нужно посмотреть что у него там в кабинете есть здравствуйте здравствуйте менеджер а я посмотрю посмотрю так за два стака я за 200 сучи я могу купить себе прямо сейчас слышу бзилет может мы мотоцикл с тобой купим хорошая идея да спасибо что подсказал хватит кататься на этой тарантайке которая вот прям сейчас уже развалится покупаем мотоцикл а после мотоцикла у нас будет возможность купить себе машину а уже после машины вот это ставим сюда и покупаем мотоцикл так где моя тарантайка вот это моя предыдущая тарантайка а вот это новая вот вот это новое мне намного больше нравится сейчас посмотрим насколько быстрее я буду добираться до места назначения так где здесь ближайший заказ у нас березовый бульвар дом 1 пепперонька так идем на рекорд идем на рекорд на рекорд на рекорд березовый бульвар дом 1 давай погнали 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 развалюха на колесах 20 баксов это наш рекорд давай сейчас посмотрим сколько мы с тобой вот сейчас можем заработать здравствуйте огоните бабки 20 баксов она была горячая я не успел я думал то что я ее прям из печи смогу сюда доставить перекур ну если быть точнее небольшой такой перерыв у меня обед нужно перекусить пиццу приготовьте мне пожалуйста немножко расслабиться нужно сейчас мы пойдем по вот думаю может еще раз на мстителей сходить а то как-то одного раза маловато было вот ты был ты был есть не было многого теряешь если был но скорее всего согласился бы еще раз ходить я кстати своем инстаграме недавно рассказывал про marvel челлендж в котором также успел поучаствовать с крутой фоткой и тадам сегодня на сайте и в сообществе marvel объявили победителей попробуй найти себя в списке но если к сожалению тебя там не будет то не расстраивайся потому что каждый участник получит гарантированный подарок а именно кристалл в игре marvel битва чемпионов который гарантированно дает трех звездного персонажа из вселенной marvel я и сам частенько играю в эту игру и чаще всего как раз из-за человека паука но хочу накопить себе кучу опыта чтобы открыть железного человека это мой самый любимый персонаж но человек паук тоже не промах я запросто уклоняюсь от атак железного человека и потом сразу же контр-атакую нужно просто найти подходящий момент раз ах ты супер удар использовал так сейчас я сам накоплю себе на супер ударе потом ему втащу со всей мощи и сейчас а по еще разочек специальная атака готова а вот часто не смог уклониться дай не смог заблокировать человечек-паучок победитель за победу дают много всяких прикольных штучек чаще всего просто обычный опыт повышаешь уровень набираешься опыта открываешь новых персонажей а если ты участвовал marvel конкурсе про который я горил и хочешь получить гарантированный кристалл в игре все же тебе нужно это просто написать на почту свой никнейм в игре marvel битва чемпиона все очень просто а если тебе еще нет ника в игре то просто скачай бесплатные приложения с игрой на свой смартфон создай аккаунт и он у тебя появится пока так вы меня спалили да вот вот смотри стоит и лыбится рожа-то такая довольная они по ходу узнали меня узнали то что я снимаю майнкрафт и начали крутить меня здесь по всем своим телевузором да это же вот этот конкурс который у меня был в инстаграме на marvel я результаты выложил а еще один вопрос а как вы включили видео на постере если это даже не телевизор и как в этом видео включили ладно не буду лезть не свое дело по ходу обед закончился и весь обед я потратил на то чтобы посмотреть свое же видео но мне кажется то что еще можно немножко бабла заработать так вегетарианская пицца на дубовую улицу дом 2 где она находится ага все понял вегетарианская погнали 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 я очень сильно надеюсь то что выйдет вторая серия вот этой части где мы пробуем работать доставки пиццы есть и все же она выйдет то во второй части мы с тобой уже сто процентов купим монстр трак вот этот а куда вот сюда вот сюда вот сюда опа здравствуйте здравствуйте держите ваша пицца 20 баксов если хочешь видеть новую серию напиши обязательно в комментах и дай мне знать хочешь ли ты ее видеть потому что я бы хотел посмотреть как я буду разъезжать вот на этой тарантайке на машине а потом на вот этом грузовике огромном если кому-то не понравится пицца если кто-то скажет то что я ее холодно и довелся ну как бы извините страховка у вас есть да я чью-то крышу просто растопчу вот этим монстр траком вишневая улица дом 15 пепероньки опа погнали вот сейчас если я успешно все сюда доставлю то у меня будет еще один стак баксов слушай я за час заработал здесь примерно 400 баксов а какой дом был какой 13 да а не тринадцатый какой дом был скажите то что вот этот пожалуйста у держите держите любовь моя я уже испугался вишневая улица дом 6 маргарита так дом 6 где у нас маргарита вот сюда дом 6 ящневая улица уже ночь на улице вот это последний заказ который я сейчас доставлю после этого нужно отправляться домой и спать рабочий день подошел концу поэтому как можно скорее нужно приехать к дому 6 который находится на вот этой улице 13 дом 11 дом шестой вот сюда здравствуйте а вы знали то что на ночь глядя нельзя кушать животик будет очень большим хотя мне как бы вообще без разницы хоть потом жрите по 100 пицц день главное мне звоните я буду заказы доставлять вам один с половиной стак бакса еще пол стака и у меня будет машина но как я уже сказал скорее всего нужно отправляться домой спать а продолжим мы в следующей серии если она выйдет если мы наберем вот вот я не знаю наберем ли мы двадцать три тысячи сто девяносто восемь с половиной лайков на этом видосике если да я обещаю то что выйдет следующая серия и в следующей серии ты крошка и ты крошка станете моими а неужели на этой тачке я могу развозить сразу несколько заказов то есть как видите здесь очень много пицц помещается вот это мне даже интересно узнать и вот здесь тоже но это мы узнаем только следующей серии я тебе скажу огромное спасибо за просмотр всем удачи и всем по а 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 Субтитры сделал DimaTorzok